Парад Дедов Морозов и Снегурочек Воронеж – культурная столица СНГ 2015 года Праздничная колонна Дедов Морозов и Снегурочек выступила в сторону главной площади Воронежского края как в пешем порядке, так и с использованием расписной моторизированной техники, которой радовались и дети, и взрослые Многочисленные зеваки и фотографы мешали телеоператорам основных воронежских телеканалов, но последние уже привыкли к этим издержкам массовых мероприятий. Пешая колонна Дедов Морозов напоминала проход пионерской дружины, и барабанная дробь сразу же создала на площади Ленина атмосферу советского Нового года, на новый лад. Ленина атмосферу советского Нового года На площади, как и в прошлом году, собралось около 200 костюмированных новогодних персонажей. Ура! Все! Сегодняшний наш парад Дедов Морозов проходит в преддверии нового 2016 года. В торжествах приняли участие вместе с Дедами Морозами и Снегурочками представители различных национальных диаспор с табличками в руках, где были написаны названия городов и стран-участников Содружества Независимых Государств. Одним из самых ответственных моментов шоу Дедов Морозов стал флешмоб «Снежинка», который его участникам и организаторам явно удался. А потом начались массовые гуляния. Молодцы, друзья! Ну вот, честное слово, я думаю, вы немножко согрелись. Уж покричать-то можем погромче! Раз, два, три! Молодцы, друзья мои! Массовое фотографирование на фоне главной елки Черноземного края переросло в гигантский хоровод, который закружил вместе Дедов Морозов, Снегурочек и многочисленных гостей предновогоднего праздника. Массовое фотографирование на фоне главной елки Черноземного края переросло в гигантский хоровод. Массовое фотографирование на фоне главной елки Черноземного края переросло в гигантском хороводном 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 края переросло в Чем больше таких мероприятий, тем мы добрее на самом деле друг к другу. Люди начинают больше любить друг друга, уважать. Поэтому я считаю, это не то, что необходимо, это обязательно. И должно быть как можно больше таких мероприятий. Как можно больше. Очень нравится и, конечно, нужен, потому что даем счастье, веселье детворе всем жителям. Новогоднее настроение объединяет жителей. Прекрасное мероприятие. В следующем году надо придумать что-то новое, чтобы каждый год было обновление, чтобы людям было интересно это смотреть и участвовать. Я думаю, в будущий год будет интересно. Я думаю, что нужно деткам интересно посмотреть на такое большое количество Деда Мороза, сфотографироваться, повеселиться. Как бы это люди увидят. Плюс мы культурная столица СНГ, поэтому нужно делать такие мероприятия интересные для детей. Это сближает людей разных наций. Тем более, с преддверия праздника это очень хорошо. И создается праздничное настроение. Снега нету, а настроение все равно появляется, потому что видишь, Дедов Морозов, Снегурочек, дети начинают верить в них. В прошлом году мы начинали 2015 год также парадом Дедов Морозов. И он был посвящен программе «Воронеж. Культурная столица СНГ». То есть мы фактически открыли все мероприятия, которые проходили в этом году. Было много международных мероприятий, российских, областного, городского масштаба. Воронеж ожил, потому что ввелись новые силы, творческие силы. И сегодня мы завершаем эту программу этим парадом. И в то же время мы стартуем новогодние мероприятия в нашем городе, главные городские мероприятия, которые проходят уже в нашем городе во всех уголках, микрорайонах, районах города. И, конечно же, на главной площади нашего города. 31 декабря мы открываем главную елку. И в дни каникул мы также приглашаем ежедневно на нашу площадь, где будут концерты, игровые программы, театрализованные представления. Все будет как и должно быть на новогодние праздники.